Доброе утро! Многие из нас привыкли лечить болезнь, но мало кто догадывается, что любое заболевание можно предотвратить. Такой принцип превентивной медицины. Ну а более подробно узнаем в нашей программе. О том, что такое превентивная медицина, нам сегодня расскажет врач-эндокринолог, диетолог-нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики и превентивной медицины Родионова Марина Олеговна. Доброе утро! Здравствуйте! Что такое превентивная медицина? Сам термин превентивный в переводе с латинского означает предупреждающий, предохранительный, упреждающий. А превентивная медицина – это относительно новое направление в сфере здравоохранения, которое направлено в первую очередь на предупреждение развития той или иной патологии, на сохранение качества жизни пациента и на продление активного долголетия. Иными словами, превентивная медицина – это не просто пассивное ожидание какой-либо болезни, а выявление состояний патологических на доклинической стадии, то есть до момента, когда они начнут себя как-то проявлять в виде симптомов. И если наша конвенциональная, то есть классическая медицина больше направлена именно на устранение симптомов, то превентивная медицина направлена на сохранение здоровья человека. Вот здесь принципиальная разница. Чем превентивная медицина отличается от обычной классической медицины? Это не противоречащее друг другу направления, но отличия все же имеются. Если классическая медицина, она ориентирована на болезнь, то есть лечит заболевания, а не человека, то превентивная медицина направлена на поиск ресурсов для сохранения здоровья и профилактику. В конечном счете лечит больного, а не болезнь. Чем отличается профилактическая медицина от превентивной медицины? Существенное отличие профилактической медицины, той, которая царила в СССР, от ныне существующей превентивной медицины. В то время она была направлена на большие группы людей, а сейчас превентивная медицина делает фокус на отдельно взятого пациента, максимально учитывая его индивидуальные особенности. На чем основывается превентивная медицина? В рамках превентивной медицины организм воспринимается как единое целое, то есть не разбивается на определенные органы и системы, как это принято у узкопрофильных специалистов. В приоритете индивидуальный подход к пациенту, акцент именно на профилактику, как я уже сказала, и на доклиническое выявление заболеваний. Работа врача превентивной медицины ведется всегда комплексно и основывается на концепции, которая получила название медицина 5П. Первая П – это предикция. Иными словами, это прогнозирование или предсказание возможного появления той или иной болезни на основе комплексной диагностики различными современными методами. Вторая П – это персонализация. То есть тут приветствуется только индивидуальный подход и подбор терапевтических воздействий с учетом определенных индивидуальных черт пациента. Третья П – это профилактика, которая позволяет не допустить появления того или иного заболевания. Четвертая П – это партисипативность или, иными словами, это пациентовововлеченность. Она предполагает активное участие пациента в самом процессе управления здоровья. То есть врач и пациент работают в едином тандеме. Пятое П – это прецизионность, то есть прицельно-точечная медицина, ориентирующаяся на минимальные и деликатные медикаментозные вмешательства в организм пациента при максимальном использовании возможности самого организма к восстановлению. Почему превентивная медицина приобрела наибольшую популярность именно в пандемию? Я думаю, это связано с тем, что ковид, будучи таким коварным заболеванием, обнажил уже существующие проблемы в организме, указал на то, какие системы и органы заслуживают отдельного внимания. Кроме того, мы наблюдали такую картину, что те пациенты, которые вели активную профилактику и больше уделяли внимание своему здоровью еще до пандемии, они легче переносили коронавирусную инфекцию. Как давно это направление появилось в России и в Тамбове? Превентивная медицина зародилась на Западе еще в XX веке. В России же она только начинает формироваться и набирать обороты. Но справедливости ради стоит отметить, что профилактическая направленность всегда являлась сутью и основным принципом нашей отечественной медицины. То, что болезнь легче упредить, чем лечить, известно каждому. Эту мысль сформулировал еще великий русский хирург Николай Иванович Пирогов в своем знаменитом высказывании, что будущее принадлежит медицине предупредительной. Единственное, что качественно изменился формат. У современных врачей куда больше возможностей, мы пользуемся активным арсеналом методов ранней предикторной диагностики и лечения. Получается, что у истоков становления превентивной медицины в Тамбове стоит наша клиника. И на данный момент я являюсь единственным врачом интегративной, превентивной и антивозрастной медицины, которая практикует этот подход. Но я надеюсь, что в скором будущем у меня появятся единомышленники, которые также будут успешно внедрять его в свою практику. Есть такое мнение, что врачи превентивной медицины назначают много анализов и препаратов. Это миф или правда? На самом деле это не более чем заблуждение. Мы после тщательного сбора анамнеза наоборот назначаем точечно и адресно определенные методы исследования, которые позволяют установить наиболее уязвимые проблемы в состоянии здоровья пациента и, соответственно, обратить его внимание на эту патологию. Как вообще проходит прием у вас? Прием мало чем отличается от приема у классического врача в поликлинике. Единственное, есть некоторые нюансы. Во-первых, прием длится больше по времени, поскольку у нас комплексный подход. Мы всецело обследуем организм человека. Это первое. Во-вторых, часть исследований мы можем провести непосредственно во время приема. Большое внимание врачи превентивной медицины также уделяют заполнению анкет, то есть опросников, которые позволяют наиболее обширно узнать о состоянии здоровья пациента, о его анамнезе, о предыдущих заболеваниях, с которыми он когда-либо сталкивался. Люди в интернете пишут, что превентивная медицина не справляется с серьезными заболеваниями. Это миф или правда? Интегративная превентивная медицина, она наряду с предупреждением развития тех или иных заболеваний, позволяет также результативно лечить тяжелые патологии, зачастую считающиеся неизлечимыми в классической медицине. Речь идет об аутоиммунных заболеваниях, нейродегенеративных, о хронических воспалительных процессах, о нарушениях нейропсихического развития, таких как расстройство аутистического спектра. Все эти заболевания удается взять под контроль и обеспечить достойное качество жизни таким пациентам. Есть такое мнение, что профилактика помогает только молодым людям. Что скажете вы? Нет, согласиться с этим я не могу, поскольку глубоко убеждена в том, что начать следить за своим здоровьем и предупреждать болезни, а не лечить их последствия, можно в любом возрасте. Никогда не поздно выявить потенциально слабые звенья в здоровье человека, изменить рацион питания, подобрать персональную программу по приему тех или иных витаминов и минералов, изменить привычки, режим физической активности, улучшить качество сна. Все эти меры в совокупности позволят человеку дольше оставаться молодым, энергичным, активным, здоровым, вести привычный образ жизни и как бонус выглядеть моложе своих сверстников. Превентивная медицина – это альтернативная медицина? На самом деле превентивная медицина не является альтернативной. Она официально признана Министерством здравоохранения Российской Федерации как новый подход к лечению пациентов, согласно приказу. Однако не только для обывателей, но и для большинства врачей, привыкших поработать в несколько иной парадигме, парадигме реактивной медицины, то есть реагировать на уже развившиеся заболевания, концепция превентивной медицины, конечно, является пока еще новой, непривычной и не совсем понятной. Огромное вам спасибо. Будьте здоровы и не забывайте заниматься профилактикой. Сегодня мы узнали, что такое превентивная медицина. Занимайтесь профилактикой своего здоровья и берегите себя.